Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. А в гостях у нас сегодня директор высшей школы журналистики Казанского федерального университета Леонид Григорьевич Толчинский, доцент кафедры телевидения и цифровых коммуникаций Высшей школы журналистики Казанского федерального университета Арсеньева Галина Леонидовна и профессор Высшей школы журналистики, заведующий кафедрой связи с общественностью и прикладной политологией Морозова Галина Викторовна. Добрый день, дорогие гости! Тема сегодняшней нашей программы – магистрские программы Высшей школы журналистики Казанского федерального университета. Я для телезрителей хочу в двух словах сказать, почему я считаю, что тема очень актуальна. Как известно, российская система высшего образования разделена на две группы – это бакалавриат и магистратура. Бакалавриат – это довольно жесткая система с жесткими планами, спущенными, утвержденными министерством федеральным. А магистратура – это то направление, которое предполагает значительно большей свободы именно для администрации вузов, для руководства высших школ с точки зрения и создания планов. И в этой связи, и поэтому мы обращаемся к этой теме, потому что через магистрские программы мы можем почувствовать пуль жизни. Пуль жизни в данном случае в той сфере, которой занимается высшая школа, готовят специалистов. И мой первый вопрос, который я хочу вам задать, это будет вопрос вот какой. У высшей школы журналистики есть ряд магистрских программ, и когда их готовили, я понимаю, что каждый из вас, наверное, просматривает список с высоты своего опыта. И тем не менее, были ли такие ситуации, когда вот было желание сказать, вот эту магистрскую программу даже я бы прошел, мне это интересно. Есть ли у вас такой опыт и почему? Почему? Игорь Григорьевич, я предлагаю с вас начать. Чтобы вы из своих магистрских программ, которые в вашей школе журналистики преподают, в высшей школе, вы бы сами, может быть, прослушали их в качестве курса или хотя бы из-за тех знаний, которые там даются? Ну, в целом я хочу сказать, что, мне кажется, все предлагаемые магистрские программы сегодня в высшей школе журналистики и медиакоммуникации, что принципиально, потому что мы занимаемся подготовкой специалистов для всего медиакоммуникационного пространства, да, сегодня достаточно большое, объемное понятие, категория, которая востребует огромное количество специалистов, на самом деле, и ощущает дефицит профессионалов. А если говорить о том, что лично, совсем болезненно хотелось бы самому дотянуть знания, мне очень нравятся программы все-таки аналитического характера, поэтому есть вот направление рекламы и связи с общественностью, медиа-аналитика, магистрская программа, она сегодня, к сожалению, не столь популярная, не самая популярная, потому что сам рынок еще до конца не осознал, насколько он вообще в тяжелом состоянии в связи с недостатками медиа-аналитического характера, и она вот точно будет через какое-то время, эта позиция профессионалов востребована. Мне очень симпатична и интересна программа, которая сейчас разработана, которая связана с цифровым сторителлингом и сценаристикой, это вот такое направление деятельности очень творческое, во многом творческое, которое идет в рост сегодня, ну и, может быть, еще из несуществующих, я бы и сам послушал, и сам поучаствовал в создании программ, которые связаны, скажем, с технологией, с мастерством ведения медиа-войн, потому что войны сегодня все-таки, мы знаем, двух характеров ведутся, это кибервойны и медийные информационные войны, и вот если с первым у нас более-менее все в порядке, то здесь есть чему поучиться, и на примере мирового опыта, надо признать, умеет, и кое-что, конечно, учесть в своих собственных возможностях для того, чтобы здесь быть все время на острие вот тех битв, которые ведутся за умы, за сознание сограждан. Такой пространный ответ, то есть это не одна программа, это несколько, конечно. — Галина Леонидовна, а вы бы из этого списка программ, вот в что бы вам захотелось заглянуть, уже в аудиторию даже в качестве студента? — Ну, не знаю, мне кажется, я, наверное, не буду оригинальной, я бы пошла на свою программу, ту, которую мы разрабатываем на нашей кафедре, на цифровой стори-теллинг, сценаристику, объясню почему. Потому что здесь заложено воплощение текстов, а вообще с текстами у современных журналистов, в частности, на мой взгляд, есть серьезные проблемы. И со стороны сценариев очень часто воплощение, скажем так, далеко не самое лучшее, какое могло бы быть. То есть вот есть куда расти даже тем, кто находится уже сейчас в медиапроизводстве. Поэтому вот я бы сходила, потому что мне кажется, что есть чему поучиться. Ну, из тех программ, которые реализуются в высшей школе журналистики, я бы, конечно, выбрала, наверное, медиа-аналитику. Потому что, ну, это такое личностное очень, мне кажется, эта программа могла бы повысить мою квалификацию в целом, как журналиста в том числе. — Галина Викторовна, и вам этот вопрос. — Я вас понимаю, вот у нас шесть программ по кафедре, причем они меняются год от года набор, то на одни программы, то на другие программы. Вот из тех программ, которые реализуют мои коллеги, я, наверное, бы послушала и поработала, может быть, в программах, связанных с цифрой. В том числе и то, что вы сейчас разрабатываете, мне очень это интересно. А если говорить о тех программах, которые мы сейчас реализуем, то, вы знаете, мы вот взяли из этих шести, можно сказать, половина, они так или иначе связаны с аналитикой. Потому что сегодня медиакоммуникациями управлять, регулировать этой средой без аналитической работы, ну, просто шага нельзя сделать. Вот поэтому у нас вот программа «Медиа-аналитика», и у нас был выпуск по ней, потому что в этом году мы не набрали, но были очень сильные выпуски, сильный, хороший был. Интересная программа получилась, но это не значит, что на этом можно остановиться, надо дальше работать над этой программой, конечно. И вот две программы, в этом году у нас нет на них набора, но мы несколько уже сделали выпусков. Это по программе по журналистике называется «Политическая проблематика», и программа тоже по журналистике. Мы делаем совместно с нашими коллегами с кафедры журналистики программа «Спортивная журналистика». Эти две программы, и «Политическая журналистика», и «Спортивная», они связаны с аналитической работой. Там ядро – это аналитика. В первом случае мы готовим политических обозревателей, политических аналитиков. А во второй программе «Спортивная журналистика» – это тоже аналитика спортивных событий. Как преподнести? Ну, я понимаю, да. Дмитрий Григорьевич, у меня вот такой вопрос. И, наверное, даже всем вопрос. Топ-5 магистрских программ в Высшей школе журналистики и массовой коммуникации Казанского университета по востребованности, по количеству желающих принять в ней участие. Ну, здесь, во-первых, я бы хотел одну деталь уточнить из того, что вы сказали, открывая сегодня программу. Не все так уж совсем консервативно в бакалавриате, потому что мы все-таки потребности и вызовы времени реализуем через введение новых профилей подготовки. Это куда быстрее, чем, скажем, обозначить новое направление. То есть можно достаточно быстро, оперативно и с учетом, повторюсь, тех вызовов, которые существуют, уже начинать готовить людей по какому-то востребованному, потенциально очень востребованному блоку проблем, вопросов, которые ждет рынок. Вот, скажем, если тоже телевидение брать, то там вот медиа-инжиниринг, цифровое видеопроизводство, вот это профиль, который вновь вводится для того, чтобы вот соответствовать вызовам времени. Про топ, мне кажется, будет не очень корректно говорить, но, что Галина Викторовна правильно сказала, год на год не приходится, да, бывает, когда вот идет всплеск на какую-то программу магистрскую, и пусть через год наступают некоторые затиши интереса по разным причинам к этой программе, но зато какой выпуск делается сильный, да, скажем, по той же медиа-аналитике, если брать, он вообще там еще несколько лет, я думаю, хорошо и успешно работает уже на рынке этот выпуск ребят, студентов, которые прошли эту программу. Они все в равной степени, вот насколько я знаю, по цифрам, в общем, востребованы, и все в равной степени недооценены пока потенциальными нашими магистрантами. Тут тому есть много причин, мы, думаю, сегодня сможем поговорить об этом, если будет интерес. Но еще не очень корректно, потому что есть программы уже достаточно долгое время обкатанные и адаптированные под иностранных слушателей, в том числе. Ну, скажем, вот новые медиа, они очень востребованы сегодня у наших зарубежных студентов, студентов из Китая, из стран бывшего Союза, скажем так, и там достаточно большие цифры приема, очень большие на эту программу, но это не значит, что другие похуже, они не в топе. Поэтому она просто очень уже такая вот долгосрочная, долгоиграющая, имеющая свой резонанс среди, в том числе, выпускников, которые уже там, за рубежом продолжают свою работу. Ну, вот мне кажется, что тут речь надо говорить не о тех, которые вот супер сегодня в топе, а те, которые вот будут скоро в топе, а сегодня на них надо обратить внимание, тех, кто хочет продолжить дальше свое образование. Можно мне? Потому что Лен Григорьевич затронула такую болезненную тему, связанную с сегодняшней проблемой, существующей вот с образованием, с обучением в магистратуре. Понимаете, я бы не разделила вот эти ступени бакалаврята-магистратуру на то, что это более жесткое образование в бакалавряте, а здесь более свободно. Я бы все-таки считала, что эти ступени являются каким-то одним трендом в образовательном процессе. И более того, вот в высшей школе журналистики у нас законченный этот образовательный цикл, потому что после магистратуры у нас есть еще аспирантура. Это очень важно, потому что мы готовим переход от одной ступени к другой наших выпускников, наиболее, скажем, одаренных, способных и имеющих желание. Поэтому я бы магистратуру рассматривала как некоторое углубление, может быть, или более креативная форма навыков, умений, которые мы формируем у обучающихся. Я с вами согласна, что можно, наверное, рассматривать магистратуру и как самостоятельную ступень, не имеющую базового образования, когда приходят к нам совершенно... Но там очень серьезные проблемы. Проблемы, связанные с нехваткой знаний. То есть это когда, я просто поясню, это, наверное, когда студенты приходят с других факультетов... С других вузов, вот этого базового образования не хватает, и возникают очень серьезные проблемы по освоению этой программы. Поэтому, вот вы знаете, не зря ведь образование, это очень консервативная система, да? Тут все веками оттачивалось, и нельзя считать, что люди, которые формировали эту систему, они были глупее нас. Это все очень продуманно, все выстроено. Поэтому ломать, ну, надо с очень такой осторожностью большой, да? Это касается, конечно, магистратуры. И еще одно, на что я хотела бы обратить внимание. Понимаете, вот, надо нашей системе отечественной, хотя мы вошли в эту баллонскую систему, но надо в дальнейшем быть более гибкой и рассматривать не вот эту баллонскую систему двухступенчатую, не как раз навсегда данную, а как модель, которая может эволюционировать. Например, вот по нашим специальностям коммуникационным, я считаю, что была бы модель более эффективной, результативной, если бы это был специалитет. Мы за пять лет сделали бы, выпускали бы прекрасных специалистов. Потому что в четыре года, а фактически это по учебному плану три с половиной года, да? Они уже, второй семестр мы их найти не можем, наших студентов. Что можно за три с половиной года? Это самые начальные, так сказать, навыки и умения. Понимаете? А когда они получают диплом бакалавриата, ну, это как бы высшее образование, вот работодатель смотрит, ну, у него же есть высшее образование, почему магистратура? Понимаете? Вот это проблема. Я думаю, что нужно сейчас пересмотреть специальности. Не только медики должны быть, или там еще какие-то специальности, которые должны иметь пятилетнее образование. А вот для нас это вот самая модель подходящая. Конечно, кадры высшей квалификации можно потом готовить через аспирантуру. Это никто не исключает. Ну, вот я бы такую оценку дала. А что касается вашего вопроса, непосредственно топ-5, да? Вот в этом году у нас такой программой стала реклама связи с общественностью в системе управления. У нас большая группа, и заинтересованная группа, они с удовольствием работают, им интересно. Вот с чем это связано? То ли с определенной перестройкой в системе государственного управления, что я не исключаю, потому что сейчас везде есть аналитические структуры, информационно-аналитические отделы, пресс-службы и так далее. И студенты быстро сориентировались. Может быть так. Что будет в этом году, не могу сказать. Просто пока не знаю. Ленин Григорьевич, вы сказали о том, что о будущих программах упомянули, о том, что это очень интересная тема. Вы видите какие-то будущие программы. Мы на этом закончили с вами разговоры, перешли. Я, к сожалению, сейчас дословно не вспомню, но вы на это сделали акцент. О том, что будущие программы. Какие будущие программы вы видите интересные? Я стал говорить не о тех программах, которые мы решили, что они в обязательном порядке у нас появятся. Я думаю, что нужно искать способ выразить потребность рынка и явные провалы на рынке по таким вопросам, которые связаны с организацией системной, аналитической, еще в сочетании с творчеством. Все-таки про это тоже забывать не надо. Работы в условиях агрессивного информационного потока, в условиях нарастания информационных противоборств, войн. С одной стороны, в условиях глобализации всего пространства, с другой стороны, в попытках национальных правителей все-таки как-то ограничить вот эту вседозвольность, которая сложилась к этому моменту. Мы должны найти адекватные программы и над ними начать работать, безусловно, которые связаны с приходом в медиасреда. Она оказалась одной из тех, вот про другие там еще где-то спорят, которая вообще всеядна. Она так жадно поглощала все и поглощает все суперсовременные технологии, которые дают нам специалисты, естественно, научного, IT-блока, и потом сами становятся заложниками, потому что чего-то начинает происходить в связи с этим, и не очень понятно, что делать. Я вот сейчас про что хочу сказать. Скажем, внедрение активное, сегодня бизнес-модель объявлена уже, бизнес-концепция, не концепция вообще, теоретическая, многими ведущими компаниями, во всяком случае, большой технологической пятерки, по созданию метавселенных, то есть VR и дополненная виртуальная реальность, вообще внедрение иммерсивных максимально технологий в медиазер. Это в первую очередь декларируется, что это затронет медиапространство. За нас там где-то решают, да? И, наверное, так и случится, потому что мы уже чувствуем, как это подходит, потихонечку начинает все больше и больше внедряться в медиапроизводство, пока там гемификация вот становится уже повседневной реальностью, а мы пока вот еще не ответили. Ну, понятно, что через несколько лет потребность такого рода в специалистах, она будет возрастать. Но тоже Галина Викторовна сказала, все, что связано с цифрой, в принципе, да, оно должно осмысляться и потом реализовываться в виде предложений вот конкретных программ магистрских, в данном случае, для того, чтобы соответствовать тем изменениям, которые будут происходить в течение ближайших там 30-ти, а если мы хорошие аналитики, то и 40 лет тоже. Мы же все-таки ведь жизненный цикл человека надолго, но если не проектируем, то во всяком случае должны ему дать базу, с которой он дальше будет не потерян в этой жизни. А из тех программ, которые есть, такую грань будущего, и уже она готова к предложению, я бы вот и Галина Викторовна, и Галина Леонидовна, вот нас, меня надо было посередине посадить, чтобы я без желания ищусь его, кого-нибудь загадал, вот, попросил, может быть, подробнее, да, даже рассказать и ответить. Это программа, связанная с цифровым сторителлингом и сценаристикой, потому что то, что происходит на этом рынке, это буквально взрыв, и сегодня мало кто, если вообще кто-то предлагает подобные программы на уровне магистратуры в наших российских вузах. Есть фрагментарные, кто-то сценаристикой занимается, пытается ритейлинг внедрить, но вот пока вот системно так на эту задачу не посмотрели. И второе, вот мне очень нравится, это, наверное, еще к вопросу, где бы я сам посидел у слушателей, это медиакоммуникация в молодежной среде, потому что мы, уах, как про молодежь, а за молодежь беспокоимся, да, на что и как, и каким образом там, вот, я, например, не взялся бы сегодня в этой сфере работать, да, вот уже, что называется, повседневно этим заниматься, тут нужны дополнительные, очень серьезные, глубокие знания. Вот, и мне кажется, вот эта программа, а проблема там, провалов будет нарастать. Поэтому здесь коллеги дополняют. Две программы сейчас тогда разберем подробно. — Цифровой стори-тейлинг. Что это такое? — Я могу рассказать об этой программе. Дело в том, что действительно, ну, современность такова, медиа-современность. — Я перебью на секунду. Стори-тейлинг на русском, что это такое для наших зрителей? Ну, это такой метод рассказывания историй. Ну, так вот, если совсем упростить, совсем просто. Но самое интересное, что он используется не только в рамках одного какого-то медиапродукта, но и в рамках, я не знаю, всего медиаресурса конкретного, понимаете? Когда, допустим, вы пытаетесь сформировать между собой, каким-то образом связать те медиапродукты, которые вы выдаете, они, в общем-то, прослеживаются вот этот вот метод. Это очень интересный метод, который касается не столько текстов, сколько вообще их цифрового, в том числе, воплощения. И вот как раз эта программа, она называется «Цифровая история тейлинга-сценаристика». Программа уникальная в чем-то. Уникальная она потому, что находится на стыке технико-технологического подхода обучения и творческого, потому что мы ее сформировали как некий сплав цифровизации и творческого воплощения в текстах, в аудиообразах, в видеообразах, в визуализации. И мы достаточно тщательно подошли к подбору преподавателей по данной программе. У нас будут работать как высококвалифицированные сотрудники университета, доктора и кандидаты наук, так и, что очень важно, специалисты практики, которые в настоящее время находятся в самом сердце медиапроизводства и готовы поделиться опытом с нашими будущими студентами. Программа, конечно, с использованием технологических методов новейших и адаптирована она под требования современного цифрового медиарынка. Интересный такой момент. Я буквально секундочку перебью. Для того, чтобы было понятнее, я бы хотел пример привести успешного всем известного проекта цифрового стори-тейлинга, который мы все знаем, который в виде воплощенного. Чтобы от чего отталкиваться, чтобы понимание. С пониманием. Ну вот смотрите, допустим, если вы каждое утро берете свой телефон и попадаете, например, в какую-то социальную сеть, что вы там видите? Вы видите какие-то непонятные новости, откуда-то собранные новости, специально подобранные под ваши интересы. То есть вы контентно подписываетесь на каких-то людей, какие-то группы, и система подбирает вам таким образом информацию, что вы находитесь в рамках своих собственных интересов. Ну, говорить там о плюсах и минусах вообще, хорошо это или плохо, это вне рамок данной программы, но тем не менее, это некий такой вариант, потому что эти тексты, связанные между собой, непосредственно относятся к вашим интересам. Еще вариант такой. Допустим, вы находитесь на какой-нибудь стриминговой платформе, ну, допустим, где-нибудь в Spotify, очень известное, да, такое сейчас приложение, в котором вы можете подбирать музыку. Также музыка подбирается под ваши интересы, но вы каждый раз сталкиваетесь с новыми трек-листами, то есть вы не знаете, что вы увидите каждое утро. Здесь вы можете выбирать. Таким образом, человек не просто находится внутри той системы, которая ему предлагается. Он еще и сам автор того, что он получает. Теперь вопрос, как сделать так, чтобы человеку было интересно. И вот еще, как самый простой пример, то, что происходит на телевидении, даже в самых простых информационных сюжетах очень часто начинают раскрывать тему через человека. То есть вначале есть человек со своей историей, а уже потом на него наслаивается та тема информационным поводом, которым послужило то, что журналист приехал на события. Тоже вариант рассказывания историй. Или то, как вы ведете, допустим, стриминг во время комментария какой-нибудь игры. Допустим, да, сегодня очень популярное такое направление, киберспорт. Молодежь серьезно этим увлекается. Более того, как показывает практика, это достаточно большие деньги. Вот недавний был успех, да, киберспортивной команды, которая там вот выиграла. То есть рассказ, как он происходит, ведь он происходит по ходу действия самой игры. То есть вас вовлекают в некую историю, которая имеет завязку, как введение, да, про развитие, которое к чему-то приходит. И вот самое интересное, вот каким образом это все будет воблащаться. Ну вот у нас, допустим, курсы дисциплины, которые в основе находятся, это программы, наверное, они и могут больше сказать о самом курсе. К примеру, мы рассматриваем правовое поле диджитал-среды, мы рассматриваем адаптивные стратегии медиапроизводства, то есть как производить то, что будет востребовано. Мы рассматриваем режиссуру мультимедийной истории, например, создание веб-сериалов, то есть вот такие вот вещи. Даже обратите внимание, иногда люди, которые не специалисты, могут выкладывать сторис где-то в Инстаграме, например, и эти сторис друг с другом связаны и перетекают из одного дня в другой. Другое дело, когда этим будут заниматься уже профессионалы, то есть те люди, которые будут таким образом развивать некую историю и вовлекать людей в эту историю. То есть вот для нас это тоже интересно, интересно вот, кстати, к вопросу, да, вот о базе я совершенно согласна с Галиной Викторовной, потому что сама веду занятия и сталкиваюсь с тем, что студенты, которые получили базовое образование, приходят, имеется в виду те, которые уже после бакалавриата приходят в соответствующую магистратуру по своему же направлению, они, конечно, уже имеют эту базу, они знают больше. И приходят люди, которые только-только хотят научиться сложно, потому что одним неинтересно, а вторым непонятно, их нужно сначала научить. А здесь такое направление, в котором мы достаточно смело приглашаем выпускников как технических, так и гуманитарных вузов. То есть здесь, имеется в виду факультетов, здесь можно, потому что здесь скорее будет и командная работа тоже, они будут друг другу в этом помогать, потому что цифровизация предполагает и серьезную техническую подготовку в том числе. Мне кажется, как раз с базовым журналистским бакалавриатом будет даже сложнее, чем технарю. Ну, в чем-то, наверное, да. Здесь широкий спектр применения, то есть действительно, от всего, что связано с геймерством, со стриминговым, смотрите, стриминговые сегодня, как в рост пошли площадки, вплоть до сериального производства, которое тоже пошло в рост, и имеет достаточного количества сегодня своих специалистов. Так что здесь вот вся вот эта линейка, понятно, что в ней задействованы люди самых-самых разных сегодня, ну, с точки зрения бакалавариата, занятий. Вот, хотя все-таки искусство работы со словом, с текстом, все-таки сценаристика, оно, его придется здесь в значительной степени шлифовать, потому что стримеров много, талантливых мало, сценаристов много, и сериалов много сейчас, да, хороших, талантливых мало. Вот этим пробелом мы, я думаю, сможем заниматься. Галина Ленина, вы упомянули о том, что на эту программу, на этот проект, магический проект, можно так, наверное, даже назвать, вы много привлекли со стороны, то есть людей, которые работают в цифре, работают в этих технологиях, имеют практический опыт. Скажем так, есть ли фигуры, вот появление которых в университете на этой программе, вот вы гордитесь. То есть мы же понимаем, что когда приглашается какой-то тренер, в клуб об этом звенят, потому что под этим тренером можно инвестиции, можно интерес разжечь, да, вот, или пока этот рынок настолько здесь, ну, в Татарстане не такой большой, что будут прямо там звезды были, которые можно было обозначить, или тем не менее, можно назвать некоторые фамилии, некоторые, из каких структур они пришли, чтобы было понятно тем людям, которые, в общем-то, задумываются, и, возможно, поскольку это наша передача. Так, ну, я думаю, можно, наверное, да, пару фамилий как бы озвучить в любом случае, ну, я бы, да... Даже фамилии, если, наверное, есть и сложность с фамилиями, давайте просто откуда приходят люди к нам. Ну, например, у нас есть руководитель Media Production Studio, то есть тот человек, который снимает серьезные ролики для серьезных заказчиков. Это серьезное такое видеопроизводство. Он у нас, кстати, в бакалавриате тоже уже несколько лет работает. Мы вот его пригласили. Он, кстати, с радостью согласился, потому что ему очень понравился подход, даже само название вот этой магистратуры, его заинтересовало. Вот он будет у нас вести предмет по веб-сериалам, по созданию веб-сериалов и по режиссуре мультимедийной истории. Более того, кстати, у нас будет достаточно большое число мастер-классов, и у студентов есть возможность выбора мастер-класса. То есть это тоже перспективно, потому что каждый все-таки понимает, в чем он может больше раскрыться. Вариативность. Да, вариативность. И вот по сценаристике, конечно, у нас есть сценаристика на современном телевидении, сценаристика художественного и документального кино. Мы приглашаем человека, который уже имеет опыт написания сценариев к фильмам, которые доступны, я не знаю, на всех платформах для скачивания. То есть те фильмы, которые действительно есть. Человек, который писал сценарии к сериалам, в том числе на нашем региональном телевидении. Тот, который имеет опыт работы на федеральном телевидении. То есть это люди, которые действительно все делают своими руками. Они, скажем так, не будут ограничиваться теорией. Это мастер-классы. Они будут учить, то есть погружать наших студентов вот в эту кухню для того, чтобы... Ну и нам очень помогла пандемия. Все ее ругают. Конечно, там много проблем и, увы, потерь. Но она ускорила внедрение дистанционных технологий в систему образования. И мы уже не испытываем вот такой дрожи, когда начинаем планировать приглашения на те или иные курсы по тем или иным программам людей за пределами Татарстана. То есть из Москвы, из Санкт-Петербурга. Мы понимаем, что эта система хорошо отлажена, и они могут дистанционно работать достаточно плотно со студентами-магистрантами. Вот мы сейчас завели разговор, который нас вывел кадром, да? Можно я еще по медиакоммуникации в молодежной среде скажу? Давай, давай. Потому что эта программа новая, и эта программа, как вам сказать, она просто стала ответом на такую острую потребность, да, которая возникла в нашем обществе, может быть, лет пять особенно, да, когда начались в молодежной медийной среде, ну, такие, вплоть до трагических ситуаций. Мы это имели и у нас в университете, все эти голубые киты там и прочее, и особенно со школьниками. Вот, и мы открыли вот эту программу. Но я хочу сказать, что программа далась нам и дается достаточно тяжело. Знаете, почему? Это объективная причина. Я о кадрах тоже хотела сказать. Вот причина в том, что ведь если говорить и давать адекватную оценку сегодняшней молодежной политике в России, ну, может быть, я очень резко скажу, но вообще, а есть ли она у нас, эта политика молодежная, как системная работа государства с молодежью? Понимаете? Ну, я могу предположить с твоей точки зрения, что ее нету, и раз нету, значит, возможно, не надо. Вот тогда скажите мне, пожалуйста, кто несет ответственность за подрастающее поколение? Есть ли общество в лице его государства, как инструмента, с этим подрастающим поколением не работает? Ведь с древнейших времен начните, там, с великих греков и так далее, до Восток. Они же первое, что делали, это уделяли внимание подрастающему поколению, да? Потому что если общество не заботится о подрастающем поколении, у этого общества нет будущего. Понимаете? Это не значит, что там нужны какие-то жесткие формы работы, но регулировать молодежной средой, изучать молодежную среду. А как без этого? Я просто искажу из того, что при том, что постоянно идет разговор о молодежной политике, и желание там регулировать и изучать, если это не получается, а такое желание-то транслируется всеми, на всех уровнях, ну почему-то это не получается. Ну, значит, это пока не надо. Я вам скажу, понимаете, у нас очень много сегодня в практике России много имитации того, что мы якобы хотим, и надо, и все осознают, ну так же, как с коррупцией, да? На самом высшем уровне, там, президентском, вот у нас коррупция, то у нас коррупция. Это Морозу, можно сказать, коррупция, да? Потому что, ну что с меня взять в борьбе с коррупцией, да? Я могу только проблему обозначить. А когда высшая власть, по сути, расписывается в своей беспомощности, в борьбе с этим, ну, злом, скажем, да? Так же и с молодежной политикой, понимаете? Вот как бы вы ни относились к советскому периоду, я к нему очень критически отношусь, но взвешено. Потому что то, что было положительно, было положительно. Да, были издержки, а в каком офисе их нет? Да? Они везде есть. Так вот я хочу сказать, что тогда младежная политика, она носила системный характер. А не так, как сегодня. Вот два притопа, три прихлопа, и говорят, это молодежная политика. Вот сегодня они, у них КВН, завтра у них там сейчас с языком они там что-то стали сочинять, да? Молодежь, подрастающее поколение. Это очень серьезная проблема для общества, и к ней надо относиться серьезно, понимаете? Ну, мой взгляд немножко философский, потому что в нашем государстве есть сферы, где просто блестящий результат. Я разве... Это, например, там, развитие интернета, мобильной связи. Самая дешевая связь в Европе, если не в мире, самая... Ну, и темпа развития интернета, о чем там говорится, конечно. Вот там, где почему-то политика хорошо работает, работают те же люди. Те же люди управляют страной, но там почему-то хорошо идет. Нет, не те же. Я вам возражу сразу прямо, не те же, потому что вы в IT-технологии, в сферы, скажем, киберпространства, не впустите, ну, скажем так, непрофессионала, мягко говоря, да? Владимир Владимирович... Не впустите пройдоху. Государственная дума та же. Та же. Понимаете, законодательство у нас в целом вообще неплохое для всех сфер. Но вот сферы, вы сами говорите, развиты все по-разному. Почему-то одни дают блестящий результат, потому что туда случайный человек не войдет. А другие пока, при наличии неплохого, в общем, законодательства и неплохих посылов и желаний, это, не знаю, власть ведь не против власти, все делают для того, чтобы состоялась эта молодежная политика. Но вопрос, кто исполнитель, кто те люди, кто с этим работает. К сожалению, сегодня там, вот давайте только про молодежную, там есть только люди, которые понимают, вот как работают с 10% молодежи, вот которые хорошо танцуют, которые одарены с точки зрения спорта, возможно, которые более-менее что-то там, вот, я не знаю, в каких-то массовых сообществах, там волонтерских, например, готовы поучаствовать под доброте сердца своего. Где 90-85% еще молодых людей, которые будут делать завтрашний день этой страны, никто не знает. Вы думаете, власть этим не озабочена? Вы в этом смысле власть очень озабочена. Она принимает неплохие законы под это и выделяет неплохие ресурсы под это. Здесь к ней претензий, в принципе, нет. Она очень серьезно этим озабочена. Вопрос, что нет в пространстве, где реализуется эта молодежная политика, людей, которые могут, ключевой, сейчас прозвучал термин у Галины Викторовны, системно этим заниматься. Вся трагедия вообще тех отраслей, где идут провалы и сфер деятельности, в том, что там царит полный хаос, бессистемность. Вот одна из задач, когда говорят, что вообще вузы нужны или не нужны, там высшее образование, еще там магистратуру надо дотягивать. Вот одна из ключевых задач, это внедрение критического мышления и системного взгляда на процессы. Вот если это будет, он дальше все дотянет, через ДПО, через дополнительные курсы, через какой-то прочий интерес, который ему будет позволено реализовать. В конце концов, интернет, открытая информационная площадка, доберет свои знания. Вот, но если он не системно мыслит в тех процессах, которым хочет посетить свою жизнь, если он лишен критического мышления, то это катастрофа, это вот тот результат, про который мы сейчас печально говорим. И вот молодежная среда, одна из тех, которая требует возврата к себе системного критического смысления. Не для того, чтобы кого-то там задавить, а для того, чтобы обеспечить нормальное, системное завтра. Не только, о, там, стране в целом. И этим же ребятам. Потому что это их завтрашний день. А если сегодня их завтрашним днем никто не занимается, ну, это большая проблема. Могу ли так сказать, что магистская программа это такой плод, которым совмещены потребности рынка, ну, или как минимум, ваше видение рынка, интерес студентов и наличие кадров и технической базы, в первую очередь. Вот, Олег Григорьевич, вопрос к вам. Были такие ситуации, когда вот вы понимаете, что вот этот класс у нас внедрить. Вот в моем институте, где я представляю этот институт, в эту школу, было бы классно внедрить вот такую-то вещь для обучения студентов. И на нее пойдут. Но тут же возникает вопрос там, так, а кадров у меня нету, мы же все-таки, ну, вуз не столичный, в конце концов. Бывают такие ситуации, когда вы ограничены в своих интересах, вот, в том, что вкусно, что это будет востребовано, но у вас там, например, нет кадров или нет технических возможностей. И были такие ситуации, когда вам приходится отказываться от каких-то идей или откладывать их на долгий ящик. И как находятся люди? Если такие программы были, такие проекты программ были, которые не получились, потому что кадров не подобрали, например. Ну, Казань, это все-таки не Оксфорд, не Массачусетский университет, где там просто собраны все сливки. Ну, глядя по тому, как они решают сегодня гуманитарные вызовы, я бы тоже не сказал, что там все блестяще с кадрами. И несколько делов в провинции. Более того, мы не говорим сейчас про их естественно-научные достижения, хотя, скажем, два года пандемии показали, что все топы по медицине под большим сомнением. Вот у меня, как у рядового гражданина, просто большие вопросы. А где эти топы? Они на большую часть вопросов не могут ответить. А уж гуманитарные вызовы, ну, мы сейчас сами сидим на грани войны и мира, да, и это результат деятельности вот тех великих Оксфордов во многом, и Гарвардов. И экономика находится там не в лучшем состоянии. Да, конечно, с других высот она падает, да, но тоже очень много вопросов, на которые не знают ответов. Теперь, что касается то, что вы сказали, это всегда ограничение в любых делах, хотелках. Чего бы ты не захотел, чего бы ты не видел себе в качестве будущего для развития, конечно, кадр всегда, это первостепенно. Никто не отменял, кадр решает все. Другое дело, я уже говорил про пандемию, она частично позволяет снять вот большая дружба системы образования с цифровыми технологиями, с дистанционными технологиями, снять это ограничение для, как вы сказали, провинциальных, региональных вузов, да, мы все-таки имеем прямые выходы и возможности прямо работать сегодня с людьми, и те уже не боятся этого, и мы уже этого не боимся, и наши студенты этого не боятся, да, вот такого взаимодействия дистанционного с лучшими кадрами. Есть проблема бюрократизации, высокой степенью бюрократизации системы образования. Не нам, к сожалению, давать ответы, к сожалению, я говорю, как решить эту проблему, но надо признать, мы же говорим, что мы занимаемся рынком во многом не сформированным профессиональными кадрами, неукомплектованным, простите, да, профессиональными кадрами, а это значит, что очень многие люди, которые так или иначе в этом что-то понимают и пытаются как-то что-то сделать, и в том числе передать свои знания и умения более молодому поколению, они не имеют либо соответствующих дипломов, либо вообще таковых не имеют, и это тоже бывает, самоучек тьма, вот, особенно в новых, да, вот, профессиях, где стык идет, творчество, IT, там, скажем, цифры той же, а попробуйте там, человек, мало того, что он имеет не тот диплом, он находится на дистанте, он находится где-нибудь в Москве, да, он супервеликий, а мы должны ему предложить пройти, значит, слушание по технике безопасности, медосмотр здесь и принести диплом, справку о несудимости. Много бюрократических препонов, которые отпугивают людей от вузов сегодня, не только от нашего, вообще от вузов. Они бы пришли, но зачем это все? И ограничены еще оплаты труда? Да, есть финансовый вопрос. Это серьезный вопрос. Мы все не очень равных положениях, потому что то, сколько стоит единица студента, назовем так грубо, цинично, да, скажем, в московском вузе, и здесь мы в разы отличаемся, а по качеству мы не имеем прав дать образование хуже. Значит, если вот по медиа коммуникационному блоку брать, то это в 4-5 раз разница. А мы должны такого же качества, такого же уровня дать им образование и желательно привлекать такого же качества и уровня, следовательно, преподавателей. технические возможности здесь в КФУ получше. Я бы не сказал, что очень сильные. Даже мы с вами сидим, это в том числе учебная база школы журналистской медиакоммуникации. Это целая телекомпания вообще-то. Ну вот. Ну и что вы там еще сказали? Рынок не очень готов понять, что с ним будет завтра. Пускай мы сейчас... Голен Викторович еще был. Я сейчас перед Викторович переду, но я хочу вопрос-таки дозадать. Я хочу услышать о вас, о программе, точнее, о задумке программы, которую вот вы очень хотите. Но пока еще не складываются какие-то обстоятельства, которые, возможно, сложатся через год. Ну вот я вам сказал, я бы с удовольствием и сам поучаствовал в разработке, и послушал, и, может быть, вообще даже с головой ушел в то, что связано с практиками сегодня формирования противодействия и собственного формирования трендов в агрессивном информационном пространстве. Я пока не готов это сформулировать так вот точно, ну, скажем так, стратегии, тактика ведения информационных войн. Потому что мы видим, что это нарастает составляющей, мы видим, что она дает фантастические результаты. Войны виртуальные, жертвы реальные. Значит, она переворачивает мир на наших глазах, а специалистов здесь, людей, которые готовы очень профессионально и качественно здесь работать, вот я бы, вот почему откладывается? Ну, во-первых, мы для себя должны, конечно, все это четко, все-таки, это должно быть подкреплено соответствующим набором и дисциплин, системным набором дисциплина. Опять система главный термин. А во-вторых, сам рынок должен понять, медиа-среда должна понять, что она без специалистов этого уровня дальше развиваться не может. Дальше она будет одну за одной информационные войны проигрывать, что ставит в конечном счете на грани выживания уже государство. Потому что против страны в целом ведутся информационные войны. Это вопрос национальной безопасности вообще-то. Это вопрос, да, ключевой вопрос национальной безопасности. До тела человека, до тела конкретного человека случайного не допустят. Попробуйте в медицине проскочить хоть один этап подготовки. До мозгов людей, до мозгов огромных масс людей, когда можно определенными способами целые страны перевернуть в своем сознании и переориентировать в своем поведении, допущенные сегодня кто угодно, только непрофессионалы. Просто их мало. Но рынок должен понять. А кого бы вы пригласили на подобный курс, хотели бы видеть в университете, в вашей школе, вот на преподавание подобного курса? Ну, я так вот сейчас поименно точно вам не готов. Ну, хотя бы, чтобы... Это же я вожил. Много дисциплины. Тут туда, того, как дисциплины. Самый смелый будет, кто-то будет лицом этих вот войн. Не знаю, сейчас кого-нибудь обижу. У меня, конечно, крутится пару... Ну, давайте, давайте. Нет, нет, а то... Причем они разные очень по своим... У нас, к сожалению, очень идеологизированная еще сфера. Ну, убирая политические взгляды, просто как технологии. Как же я уберу их с их имен, если они уже себя этим запятнали. Как технологии, имеется в виду? Нет, воздержусь я. Вы знаете, я вот вопрос о кадрах все-таки одну такую полумысль хочу высказать. Вы понимаете, кадровая проблема, да, она вечная проблема, она, так сказать, универсальная проблема, но в специальностях, направлениях подготовки вот высшей школы кадровая проблема это особая постась, потому что эти все направления новые для университетского образования, по которым мы не имеем ни хороших учебников, ни в целом методического обеспечения. Это все новое. Мы собираем все по крупицам. А нет от этого драйва или это больше страх? Ну, скажем так, что нет учебников, нет такого драйва, что нового. Вот я сколько преподаю уже, сколько уже тут наша подготовка началась по отдельным направлениям, я каждый год испытываю, начинаю новый курс и испытываю этот драйв, понимаете? Я иду на лекцию и судорожно думаю, так, что-то я тут не так, в прошлый раз надо мне готовиться, понимаете? Это настолько динамичная сфера образовательной подготовки, что она все время заставляет тебя работать. Все время. Я не могу идти... Говорят, вот там желтыми листками идут там на лекцию, но сейчас листками вообще никто не ходит. Математики, наверное... А что с математикой изменилось? Слушайте, начиная от Эвклида, да? Ну, я не знаю, наверное, там что-то изменилось, но все-таки. А у нас же нельзя идти с материалом, с презентацией, которую я сделала в прошлом году, потому что она уже будет... понимаете? Это накладывает серьезный отпечаток на кадры, понимаете? У нас люди постоянно работают, они... Год кончился, мы говорим, давайте, делайте новую программу, делайте медаль. Это что значит подготовить? Даже вот одну лекцию подготовить? Это же египетский труд, понимаете? Или практику мы там подготовили по курсу. Это серьезная проблема, понимаете? А оплата у нас идет одинаково по одному штатному расписанию. Что у физиков, что у химиков, что у нас. Понимаете? Тут как бы много. И, конечно, вот подготовка кадров включает в себя... То есть обеспеченность кадров включает в себя подготовку. Вот я не знаю, как у Леонида Григорьевича, у них все-таки журналистика более такая специальность, так сказать, имеющая практику большую, да. А у нас на кафедре в основном это наши бывшие студенты, которые закончили аспирантуру, защитились, и вот теперь уже децентура. То есть это вот штучный такой продукт. У меня такой вопрос. Магистратура это деньги. Это, как правило, деньги, это в меньшей степени бюджет, чем, например, более низшие ступени. Я правильно понимаю? На высшей школе журналистики. Ну, вы знаете, я бы так не сказала, потому что у нас и на бакалавриате очень мало бюджета, да. Просто я не знаю, у меня есть 800 там с лишним 60 что ли студентов, у меня 39 мест бюджета. Как вы считаете, они играют какую-то роль в моей жизни и в жизни кафедры? У магистратуры есть одна особенность. Магистратура более осознанна. Когда человек туда идет, уже получив базовое образование, готов платить деньги, это, на мой взгляд, такой, ну, хороший, интересный сигнал. И вот в связи с этим я хочу спросить, а возможности магистратуры, в том числе финансовая, которую она приносит, она способна сейчас, этих средств хватает для того, чтобы разрабатывать новые курсы? Новые приглашения вот этих специалистов, которых вы даже боитесь сейчас назвать? Да, поскольку, вот, теоретически, что нужно сделать, чтобы у вас появились деньги на подобных специалистов? Я могу сказать только, во-первых, не боюсь, не хочу пока называть, просто, чтобы, а, не сглазить, б, ну, чтобы ничего не спровоцировать. Мы же, все-таки, когда готовишь специалистов для публичной сферы, то эта публичная сфера на каждый твой какой-то пассаж отвечает, как правило, очень эмоционально, она такая, очень дерганная, да, вот, я никогда не видел, чтобы так бурно обсуждали, скажем, вот, пусть не обижаются на нас физики, мы их очень любим, мы знаем их великий вклад в историю человечества, в будущее человечества, ну, скажем, никаких дискуссий о том, как готовить ядерных физиков, никто не рискнет вести в медийном пространстве, а как вот готовить специалисты в власти медиапространства, вплоть до того, что вообще их не надо готовить, они дискуссии очень любят вести, поэтому тут лишнее имя чуть назовешь, вот, ну, результат тут я доказывать не буду, мы видим с вами, что можно не готовить, ну, просто страны очень скоро не будет, значит, теперь про... Откуда брать средства для того, чтобы приходили кадры? Я скажу непопулярную вещь, мне кажется, это должно быть дорогое образование, идеальный вариант, тот, который сказала Галина Викторовна, уйти на специалитет, это идеальный, правильный совершенно подход, тут я просто не вижу вот ни одного тут аргумента, чтобы вот в чем-то засомневаться, и тогда этот вопрос просто снимается, пропадает, а так вот это должно быть дорогое. А как же вариативность? Отчасти я вам хочу сказать, вы имейте в виду, что ведь наша система оплаты по нашим специальностям, она в общем формате образовательного процесса, мы ничем, никакими привилегиями или какими-то особыми статьями мы не обладаем, мы все, у нас есть финансовое управление, которое нам говорит, что можно, сколько можно заплатить за лекцию, сколько нельзя заплатить, и так далее. То есть мы очень регламентированы, несмотря на то, что мы как бы сидим на контракте и зарабатываем. Но в плане расходования это все как бы общий. То есть маневров у вас нет? Абсолютно. А хотелось бы? Знаете, мы же государственное учреждение, не частное, поэтому мы должны соблюдать эти нормы. Так. Товарищи, час раз, куда работаем? Уже час. Хорошо. Есть ли какой-то вопрос, который, возможно, я не задал, но которому вам было интересно ответить? Вот я хотела бы... Да у меня просто очередь не зашла. По магистровской программе, которую я, как вам сказать, осмысливаю сейчас. Я думаю о программе... Пока вот все это у меня на уровне интуиции, связанное с медийными технологиями в связях с общественностью. Вот этот технологический формат. У меня такое чувство, что что-то мы тут недорабатываем, что нужно готовить таких... Лен Григорьевич, вот вы сегодня, я с вами на 200% согласна, что мы проиграем, мы уже проигрываем, да, отчасти, потому что мы не владеем технологиями. Вот этого тоже надо учить. Но я пока вот... Ну, мечтать не мечтаю, но, во всяком случае, думаю об этой программе. У вас есть какие-то... Ну, если только мысли, резюме вот по поводу нашего сегодняшнего разговора. Я не так давно принимал участие в международной конференции в Москве. И хочу сказать одну вещь. На мой взгляд, доклады региональщиков были интереснее, чем доклады самих вас, свечей. Вот вы говорили о том, что мы здесь как бы, да, ну, каким-то образом проблемы с кадрами испытываем. Мне кажется, что регионы, может быть, именно потому, что им нужно как-то выживать, придумывают вот что-то такое интересное. Потому что там тоже кризис, там тоже вот бывает так, что кризис идеи, не знаю даже, как сказать. То есть есть какая-то ограниченность, что ли, да, то есть есть... Они тоже как-то пришли к чему-то. И о том, что сегодня технологии развиваются быстрее, чем их могут, чем их мы успеваем осмысливать, теоретизировать, уж тем более, да. То есть вот это действительно так. И такие направления, вообще магистратура, в принципе, как раз таки хороша тем, что сюда действительно приходят люди осознанные, которым это образование нужно. Они приходят, потому что им это интересно, а значит, результат будет выше, эффективнее. Если, конечно, вкладывать. А по поводу кадров хотела бы вот что сказать. Конкуренцией нам, в частности, вот допустим, по отношению к специалистам, практикам, выступают сегодня, как грибы после дождя растущие онлайн-школы, например. То есть им проще организовать какую-то свою школу, поставить очень серьезный, высокий ценник, и, ну, таким образом, слушательно брать. Эти школы тоже развиваются. То есть, в принципе, мы находимся в остро-конкурентной среде сегодня, вот заявляя такие программы. Но все-таки база университетская, я думаю, нам в этом поможет, потому что университет имеет свои академические корни, свои традиции. Леонид Григорьевич, у меня последний вопрос, у нас время уже подходит к концу. Как директор высшей школы журналистики и массовой коммуникации, вот в вашем времени на административную работу магистрское направление какой процент занимает в этом весе? То есть, насколько ваше внимание поглощено, ну, объем времени, да, 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 объем времени и внимания посвящено магистратуре. Просто по опыту, вашему сейчас? Я что-то никогда это не считал. Ну, примерно в процентах. Потому что мы ведь действительно, опять же, я, наверное, повторюсь за коллегами, смотрим на всегда процесс системный. Если мы реализуем, начинаем реализовывать тот или иной профиль в рамках, скажем, направления подготовки бакалавриата, то мы сразу же начинаем задумываться над тем, как дальше он сможет себя реализовать и лучше в какой магистрской программе, например. то есть это вот цепочка озабоченности тем, как будет выстроено здесь, как будут построены учебные планы, как будет выстроен процесс, насколько это все востребовано, она сразу же автоматом продолжается туда и в голове, и в труде коллег уже перекидывается на все, что связано с магистратурами, с будущим. что, где мы можем предложить универсального, чтобы лучи умы, вот понимаете, это ведь не столько времени занимает, вот так вот прям сел и все, и у тебя полчаса в день, там, я не знаю, или пять часов в день ушло на осмысливание. А вот ты просто с этим хочешь, чтобы вот лучи, яркие, творческие и еще при этом такие современные с точки зрения технологии умы вытащить, не будем скрывать, мы приветствуем все-таки приход людей из смежных, близких каких-то направлений подготовки, а может быть из практик, чтобы они пришли и тут доучились. Неужели гуманитарно ориентированный айтишник нам не интересен, крайне интересен, неужели нам не интересны люди с хорошей базой, скажем, бакалаврской подготовкой в области юриспруденции, той же филологии, международных отношений, безусловно интересны, не знаю, математики, чтобы и физики, чтобы они точно нас не обижались, потому что это люди системно-мыслящие. Очень много придется трудов на них положить, конечно, но системно-мыслящие это уже большой плюс. Поэтому, вот так или иначе, времени, еще много времени ведь уходит на то, чтобы, к сожалению, это, кстати, ответ на вопрос, где брать ресурсы и как их брать, убедить. Вот рынок не все понимает, он слишком динамично развивается, он не успевает себя проанализировать сам, понять, что будет происходить, прежде всего, с точки зрения стратегического развития. В этой ситуации огромная роль, вот с моей точки зрения, с тем, чтобы здесь мы все-таки не попали в катастрофическую ситуацию, рядом с которой все время, пока нас проносят, как-то, лежит за государством. Государство должно стать серьезным и крупным заказчиком. Не по принципу подготовьте нам пару журналистов, мы заткнем ими дырки там в соседней редакции, а по принципу стратегического подхода, стратегического развития ко всем тем процессам, специалистов, по которым готовят все блоки высшей школы медиакоммуникации. Вот, и на это уходит много времени вне работы, конечно, потому что это все время надо осмыслить, все время надо заниматься поиском дополнительных аргументов для очевидного. Это, к сожалению, зряшное время может показаться, да, то есть очевидно, что это необходимо, но надо все время, все время время убивать на то, чтобы искать, искать, формировать новые аргументы с тем, чтобы вот на уровень магистратуры и работодатели выводили своих работников, сотрудников, которые пришли к ним с баклариата, и государство, чтобы озаботилось тем, с какого уровня и качества подготовки к ним придут завтра специалисты и будут полнокровно профессионально работать. То есть, видите, тут и про время, и не про время, и про некую озабоченность. Вот так получилось. В процессе этого ответа Леонид Григорьевич очень деликатно намекнул мне, что мое риторическое разделение баклариата и магистратуры, оно не совсем корректно, что это все совместная линия, думать о магистратуре без баклариата, в общем-то, говорить о нем тоже не совсем корректно. И это, кстати, я бы еще раз вас перебил, извините, наш, вот, в высшей школе журналистской медиакоммуникации одно из преимуществ, потому что, вот, конечно, есть курсы, конечно, есть кучи, в какой-то подворотне что-то выдают, онлайн, в подземном переходе что-то можно купить, некоторые институты пытаются встать на тропу, давайте тоже что-то похожее там готовить. Ну, соблазн есть, да, это нормально, это к вопросу о зарабатывании, просто легко заработать, да, вот. Потому что это специальность, которую, ну, если захочешь, все могут, все знают. о чем нет-то, да, если в Божий дар, то получится. Безусловно, так это в любой профессии, тут же это всех касается. Сколько тебя не учи, там, тому же медику, понимаете, есть от Бога, а есть, лучше бы они скорее ушли из профессии. Так что тут очевидно. Но, все-таки, только здесь есть полная цепочка системная с представлением, куда и как дальше он будет в следующие десятилетия своей жизни развиваться, включающие и бакалавриат, и магистратурю, я повторяюсь уже, то, что было сказано, и аспирантуру, и, соответственно, советы есть, где он может уже защититься и продемонстрировать. Это если он выбрал эту, скажем, научно-прикладную, научно-исследовательскую, фундаментальную научную стезю, вот, и просто быть востребованным, как педагог завтра уже новых поколений, и потом сюда возвращаться за какими-то практиками с тем, чтобы в большой практике право на ошибку тебе не дадут особо, а здесь даже, на универ ТВ можно еще, да, то есть мы рассматриваем тех, кто сюда приходит учиться, как людей, которые так или иначе по жизни могут здесь все время обращаться и все время свой потенциал подкачивать. И только здесь это реально гарантированно пока, всей выстроенной системой. Я говорю, конечно, про медико-коммуникационное образование. Ну что ж, на этой ноте, по-моему, ближе к оптимистичной, несмотря на большое количество минора. Мы закончим нашу программу, у нас сегодня было в гостях директор Института высшей, директор высшей школы журналистики Казанского и массовых коммуникаций Казанского Федерального университета Леонид Григорьевич Толчинский, доцент кафедры телевидения и цифровых коммуникаций высшей школы журналистики Арсеньева Галина Леонидовна и профессор завкафедры связь с общественностью и прикладной политологией Морозова Галина Викторовна. Спасибо, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова